Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 34 года, молодая и красивая девушка. Веду активный образ жизни. Так как нет собственной семьи, все время посвящаю себя работе. А, все время посвящаю себе и работе. Практикую иностранные языки. Я не буду. Читать весь текст. Я буду его читать и, соответственно, давать комментарии. Обратите внимание, что вы говорите, так как нет собственной семьи, время посвящаю себе. То есть, вы посвящаете себе время не потому, что хотите, а потому что не семьи. Вы пишете, что чувствуете себя ненужной и никчемной. Да? Это связано в том числе и с тем, что вы посвящаете себе время, грубо говоря, от безысходности, а не из чувства любви к себе. Окружающие, когда узнают, что не замужем, делают выпученные глаза и устало оправдываться, что еще принца, а в душе боль. Ну, здесь хочется спросить, какое вам дело для окружающих? Почему вас окружающие волнуют больше, чем вы сами? Вот, тут как бы идея больше про стереотипы, здесь идея больше про общественное мнение, про концепции, да? Вот, и вам важно увидеть, что вы стали заложником этих стереотипов и концепций. Что по факту получается, что ваша нужность или ненужность определяется, ну, замужеством. Ну, согласитесь, это странно. А самое главное, что нельзя чувствовать свою ценность, когда это полностью зависит от кого-то вовне. Дальше. Устало оправдываться, что ищу принца. Мне кажется, что по причине того, что вы сильная, вы называете себя сильной личностью, так вот, сильные личности очень часто боятся идти на сближение, боятся эмоциональной близости, потому что не очень хорошо замечают свои собственные чувства, не очень хорошо замечают свою реакцию. В жизни такие люди опираются на контроль, на прогнозирование, предвосхищение, если угодно. Но в отношениях такой подход не работает. В отношениях работает все же более эмоциональный, искренний, витальный подход. А личности, вот, сильные, в кавычках, да, в данном случае, такой способности не обладают, потому что сильной личности может казаться, что реагируя так, она станет слабой. Здесь, конечно, мы попадаем в ловушку, потому что чем сильнее такая личность, тем больше у нее внутри боли, неудовлетворенности, фрустрации. А когда такая личность позволяет себе, ну, скажем так, несколько расслабиться, вот, то делает она это в не самый подходящий момент и, в общем-то, подкрепляет свой негативный опыт. Поэтому нужно учиться здесь быть в контакте с собой, да, вот, чтобы не бояться близости, эмоционального сближения. Дальше. Обрадовайтесь вы, то есть, если у вас оправдание, из чувства вины. То есть, вы считаете, что вы должны. Кому должны, почему должны, нужно смотреть. Далее, еще принцип. Эээ, скажите, пожалуйста, мне про идеализацию ли здесь? В душе боль. Боль от чего? Общество давит, хотя я считаю себя сильной личностью. Чем оно давит? Оно давит на вас. Чем? Серьезных отношений никогда не было. Вот так бывало. Получала два высших образования. Вроде была готова к отношениям, но никто не попадался вообще. Никто, даже в кафе не ходили. Ну, здесь важно, во-первых, отметить, что такое серьезные отношения, по вашему мнению. Это первое. Второе. Так бывает. Третье. Получала два высших образования. Зачем? Вроде была готова к отношениям. Пишите вы, что это значит. То есть, что значит, что вы готовы к отношениям. Никто не попадался. Что это имеется в виду? Такое ощущение, что вы, как бы, боитесь. Опять же, повторюсь, не идете на сближение. Ведь понимаете, идти на сближение не означает сразу вступать в отношения. Чтобы кто-то попался, нужно вступать в контакт. Вот. Дальше, вообще никто даже в кафе не ходили. Ну, тут непонятно, что значит не ходили. Я не хотела ходить, или со мной не хотели ходить. Непонятно. Лучшая баба-рука, с которой еще все, кто были вместе, еще со школой искали себе мальчиков, погибла 20 лет в автоктестрофил. Соболезны ваши потери. Не совсем понятно, прожили ли вы травму или нет. Но. Искать себе мальчиков. Вот в чем проблема. Понимаете, здесь чувствуется какое-то такое предметное, несколько объективизированное восприятие мужчин. Понимаете, найти себе мальчика, чтобы подчеркнуть, что я девочка. Вот так это выглядит. Правда в том, что вам не нужен мальчик, чтобы быть девочкой, быть женщиной. Вам не нужен мальчик. То есть, знаете, искать себе мальчиков, вот в чем проблема. Вы можете сказать, ну это было тогда, это еще со школы. А сейчас разве не так? Когда вы говорите, что ищете принца. Сейчас разве не так? Не такой же подход к мужчинам у вас? Дальше. Дальше. Так. Другие приятели уже давно с семьями и детьми. Я им не докучаю. Почему? Что значит докучаю? Это вы здесь говорите про что? Про навязывание? Вы здесь говорите о том, что, ну, не хотите или боитесь навязываться. А может быть дело в том, что вы чувствуете себя ненормальной? Может быть вы боитесь быть белой вороной? Понимаете, какая штука? То есть, здесь опять же вопрос про что? Про то, как я к себе отношусь. И про то, как я через отношение к себе воспринимаю других людей. Понимаете, когда человек говорит, что докучаю, да? Ну, вот, что я докучаю там. Кому, ну, кому, кому-то докучаю. Вот. Это больше про то, что, мягко говоря, в контакте с другим человеком я не нацелен на этого другого человека. А больше я нацелен на себя. Дальше. Я педагог, работаю в школе. Как вы к этому пришли? Ну, нравится ли вам это или нет? Из окружения только женские пацаны и дети. Не случайно. Не случайно. Мне кажется, что вы боитесь мужчин. Мне кажется, что к мужчинам у вас довольно специфическое отношение. Хотя бы потому, что, судя по тому, что вы описываете, у вас только мама. Вот. С которой, ну, как я понял, с мамой у вас вот такие не самые лучшие получается отношения. Да? То есть, вот, с мамой вы как-то вот ну, не лучшим образом взаимодействовать там. Вот. Так что вполне вероятно, что с мужчинами контактировать вам вообще сложно. Вначале вы искали себе мальчика. То есть, как-то вот тут я уже сказал, что это довольно такая объективизированная история. Вот. А в целом ну, как-то вот вы возможно в принципе с мужчинами ну, вот взаимодействуете ну, скажем так нелегко. То есть, нелегко вам вероятно с ними взаимодействовать. Вот. Если это так, то надо бы выяснить за счет чего. Вот. Если это если это так надо выяснить каким образом так получается. Вот. Потому что ну, на мой взгляд совершенно очевидно, что вам это скажем так мешает. ну, в общем в общем-то довольно серьезно мешает. Дальше. Все было спокойно. Работа спорт дом. А вас это устраивало? В декабре пошла к гинекологу причмокнула, что пора поражать тогда бы не пришлось бы проводить некоторые манипуляции. Сказал, что с мужчиной была только однократная связь, смотря на меня с ногой головы, как на юродипы, не поверил на правила на анализы, передающиеся половым путем для контроля. Было воспаление. Так стало неприятно. Ну, по большому счету вы столкнулись с, скажем так, специалистом, который не придерживается профессиональной этики. Вот. То есть, ну, просто по большому счету с невоспитанным человеком вы столкнулись. Но. Но. Здесь есть одно большое но. Что его невоспитанность упала на благодатную почву вашего внутреннего конфликта. Понимаете? То есть, невоспитанный специалист своими действиями, да? Просто вскрыл ваш внутренний конфликт, связанный с тем, что вы считаете себя неполноценно из-за того, что у вас нет мужчины, семьи и детей. Вот. здесь являются, как вы понимаете, способом подчеркнуть и подтвердить мою цельность. Понимаете? Какая штука. Ну, сюда еще примешиваем несколько специфическое отношение к мужчинам. конечные анализы показали, ок, долго мне читала мораль о необходимости материнства, так стало больно. А больно из-за чего? Вот из-за чего больно стало? Вот, как бы, понимаете, ну, посмотрите на ситуацию со стороны, да? Вы не можете пресечь откровенно хамское поведение со стороны специалистов. Вот. Человека, который, в принципе, нарушает ваши личные границы, ведет себя, ну, совершенно неприемлемо. Да, вы такое поведение его пресечь не можете, вот, но испытываете боль. От чего? Нет того ли, случайно, что вам говорят о долге, который вы сами чувствуете. То есть, вам напоминают и намекают о том, что вы сами от себя требуете, в том контексте, в каком я писал. Вот. И вам больно от того, что вот, ну вот, не получается. А может быть больно от чего-то другого. Девятнадцатого января пошла в церковь, пытаюсь найти спасение, но не могу успокоить ум. Медитация и молитву отключают его, но не надолго. Ну, тут нужно работать с психологом. Вот. Потому что, ну или, если вы верующий человек, то поговорить со священником. Священники тоже могут выполнять роль психолога. Дальше. Значит, так. Принесли такую маленькую лялечку, как я захотела стать мамой. Такой же. Ммм. Вот вы говорите о форме своего желания стать мамой, а попробуйте увидеть содержание своего желания. Я же хорошо. То есть, хочу стать мамой, чтобы что? Что в этом желании? Стать мамой — это форма. А потребности в чём? Вам нужно это заметить. Меня любят дети и родители. Я стараю снести свет людям. Ммм. Стараюсь снести свет людям. Ну, понимаете? Э-э... Э-э... Те кто несут свет людям, у них, как правило, внутри также свет. Люди эти, которые несут свет, не говорят про самоубийство, не говорят про ненужность. Понимаете? У меня такое ощущение, что вы не просто несёте свет, людям. А вы в своём, так сказать, в своём доставлении света людям хотите, чтобы вам доставили свет. Но это так не работает. Человек, который несёт свет людям, сам обладает этим светом. То, что вы, например, себя заставляете нести свет, ну допустим, или несёте больше, чем вам комфортно, ну допустим, не означает, что вы в этом являетесь самой собой, являетесь как бы естественной, так скажем. Поэтому здесь нужно это учитывать. Но сама я одинока и не могу с этим справиться. Одиночество – это не принятие себя. Понимаете? Это отсутствие контакта с собой, это обесценивание себя. От того вам самой собой тяжело. С этим можно работать. Дальше. Последней каплей стало знакомство с мужчиной-европейцем на сайте. Ничего особо не ждала, так как не верю с сайтом, зашла за практику английского. Написал мужчина сам. Завязалась в переписках и онлайн-видео. Могли общаться часами. И он и я нашли родную душу. Вы можете говорить здесь только за себя. Не можете говорить за другого человека. Он настроен серьёзно и я ему понравилась. Я, собственно, во внешности своей и уму всегда уверена была. Отсюда и двойной вопрос. Почему это спор одна? Страх близости плюс, как бы, ваше отношение к мужчинам. Мужчина. Вот. Специфическая. Вот. Это, как бы, такой момент. И желание семьи, которая не имеет ничего общего с семьёй. Но это риторический вопрос, понимаете? Это риторический вопрос, потому что ответить на этот вопрос можно только если с вами поработать и поговорить. Да и то. Не важно, почему вы одна. Важно, где вы себя подавляете. До этого был опыт общения с иностранцами приличный, но ничего особенного и волшебного не ждал. А тут случилось ещё и в новогодние праздники, что посчитало чудом. Ну, вот, готовность поверить в чудо. Это некоторая такая детскость мышления. Вот. Детскость мышления выдаёт вас, в общем-то, в остальной, вот, в другой жизни, да, вот, в основной массе жизни. Выдаёт вас, может быть, склонность к подавлению вот этого вот детского мышления. Но когда детское мышление себя проявляет, оно проявляет себя, конечно же, очень сильно. Это тоже может быть причиной, по которой вы до сих пор одна. Потому что мне кажется, что воспринимать мужчину как равного себе вы не можете. Вы воспринимаете, вы смотрите на мужчину либо сверху вниз, и тогда он вам не интерес, и на его симпатию к себе вы обесцениваете. Либо вы смотрите на мужчину снизу вверх, но тогда вы мужчину идеализируете, а себя обесцениваете. Что тоже, в общем-то, не способствует выстраиванию отношений. Я бы сказал, пусть это и покажется немного странным, может быть, даже циничным, но я бы сказал, что вам в какой-то степени повезло. Повезло, что вы не попали в созависимые отношения, отношения с абьюзером-тираном. Было бы гораздо хуже. А через неделю узнаю, что у него есть дочь восемь лет и бывшая жена из Эквадора. Ну, бывшая жена. В общем, это проблема. Это же с такой упадок, до сих пор акклиматься не могу. Друзья, что такого страшного, что у него бывшая жена? Ну, он с женой развелся. Как бы, что дальше? Почему это жесть? Ну, ребенок, ну и что? Такое ощущение, что вам не сам человек интересен, как вы пишете до этого, а его прошлое. Понимаете? А прошлое вам важно, чтобы разрешить свой внутренний конфликт. Понимаете? То есть, ваша направленность не на человека, а на свой внутренний конфликт через него. Одно дело, если он вас обманывал, что он не женат и никогда не был. У него нет детей и никогда не было. И тут вы узнаете, что у него и бывшая жена и жена не бывшая. Видите? Это да. Это жесть. А тут? Ну, я не знаю, что вам и жена говорил, может быть, тоже обманывал, но ничего страшного в ребенке и в жене бывшей нет. Кстати, откуда вы узнали об этом и почему уверены, что это правда? Дальше. Из-за чего упадок? От чего вы не можете оклематься, как вы говорите? Увидел страничку бывшей жены, дошла независимая харизматичная девушка, ровесница, 4 года в сне в разводе, ребенку 8, осталась с его стороны. Такое ощущение, что вы сравниваете себя с ней. И это не случайно. Сравниваем мы себя, когда себе не доверяем. Понимаете? Чтобы, как бы, не бояться сближаться, необходимо учиться себе доверять своим чувствам. Нет друзей. Показала маме. Посоветовалась как быть и не услышала слов поддержки. Я вот не знаю, как бы, вы от мамы чего ожидали? То есть, ну, вы же знаете ее, как бы, всю свою жизнь. Уверены ли вы, что ваше ожидание поддержки было оправданным? По поводу того, что нет друзей. Тоже интересный момент. Почему? Может быть, все то, что я описал раньше, на это влияет? Может быть, что-то еще. Она одобрила ее внешность и вообще сказали, что мы с ней похожи один типаж. Вполне возможно. Все знают, каким образом девушки из Эквадора попадают в Европу. Давайте смотреть право в глаза. Ну, попадают девушки из Эквадора в Европу. Это их дело. Их право. Как это связано с тем, что вы можете быть вторым сортом? Непонятно. Вот вы пишите. Он настроен серьезно на создание второй семьи и детей, но я никогда не смогу принять, что у него есть прошлое. Похожие на меня внешне красивая бывшая жена и прекрасная девочка-ребенок. А почему вы не сможете принять, что у него есть прошлое? Потому что это постоянная угроза вам. Потому что вы будете сравнивать себя с ним в прошлое. Будете пытаться быть лучше. То есть, я все время с кем-то борюсь. Я все время пытаюсь кому-то что-то доказать. Я не отдаюсь чувству к человеку. Не отдаюсь. Понимаете, в чем проблема? Вы не видите людей. Вы видите посредством людей свои конфликты. На человека вы не направлены. Мама мне сказала очень правдивые, но очень обидные слова. Я не думала, что единственный близкий человек может так больно ранить. Мне кажется, что данная фраза вашей мамы не является громом среди ясного неба. Я думаю, что вполне можно было от мамы такого ожидать. Еще раз повторюсь, обида здесь это, с одной стороны, то, чего вы ждете, и то, что не соответствует реальности. С другой стороны, это оправдание для каких-то ваших чувств. Вы не можете принять, что он достался ей, а не тебе. Да? Да. Говорите вы. Вы этого не замечаете, но достаться может кусок пирога. Люди не достаются кому-то. Люди выбирают быть с кем-то. И выбор, этот выбор, никак не зависит от другого человека. Поэтому здесь, по сути, вы продолжаете стратегию своей мамы объективизировать и опредмечивать мужчину. Я считаю, что я лучше, красивее, умнее и достойнее. В этом большая проблема. Потому что вы сравниваете себя. Я думаю, где-то в глубине души вы понимаете, что лучше, красивее и достойнее не бывают. Все люди разные. Просто вы не принимаете себя. Почему я должна брать мужчину с багажем, а для меня это багаж? Потому что у каждого человека есть багаж. У каждого есть прошлое. Даже у восемнадцатилетнего, шестнадцатилетнего человека есть прошлое. Дело не в багаже. Багаж не значит ничего для тех, кто направлен на человека. Вы же вот говорите, что несете свет людям. То есть для людей. То есть на людей. Вот как-то это не сходится. Сердце рвется на части. Переписку прекратил. Это и он больше не пишет. Быстро сдался. Видимо, понял мои опасения относительно дочери и бывшей жены. Ну, я могу сказать, что это классическое бегство. Это поведение ребенка, которому вместо десяти конфет дали девять, и он их все выбросил. Я бы сказал, что вам необходим личностный рост в процессе работы над принятием себя. Чувствую свою негчемность и ненужность, для чего я живу. А что нужность, гчемность определяются только отсутствием у мужчины багажа и возможности создания с ним семьи и детей? А как же свет людям, которые вы несете? Или вы не чувствуете, что это ваше? Понимаете, здесь речь идет о, в первую очередь, становлении вас, как личности, как индивида. Понимаете, в семью люди вступают либо реализованные, либо активно реализующиеся. То есть, люди чувствующие, что они занимают то место в обществе, которое они хотят. И, будучи такими, они вступают в отношения с другим таким человеком. Им есть, что друг другу дать. И, получается, отношения. То есть, понимаете, становление. А теперь скажите, вот вы педагог, работаете в школе, как вам нравится то, что вы делаете? Думаете ли вы о развитии своей карьеры или нет? Человек такое существо, ему нужно развиваться, ему нужно двигаться куда-то, ему нужно чувствовать, что он находится на своем месте. Для чего я живу? Это риторический вопрос. Возможно, как бы, поискать смысл жизни можно, но это, ну, как бы, в процессе индивидуальной работы. Чувствую свою харизму и силу, но такие ситуации подкачивают. Это была последняя капля, думаю, о самоубийстве. Ну, как-то странно, да? То есть, вы говорите, что несете свет людям, работаете в школе, а тут, хоп, самоубийство. Как-то это странно, на мой взгляд, не так уж вам люди-то и важны здесь. Чувствую свою харизму и силу. Причем без эпо. А, как бы, наверное, то, что я сейчас скажу вам будет не очень приятно, но я боюсь, что вы силу путаете с упрямством. А харизму с категоричностью и недоступностью своей. Или, точнее, категоричностью и закрытостью. Вот так я бы сказал. Потому что харизматичность людей привлекает, как правило. Конечно, ваша харизма может привлекать людей, которые вам не нравятся. Но, с точки зрения психологии, если нам человек не нравится, то в нем мы видим то, что нам не нравится в себе. Поэтому я бы здесь с этим тоже поработал. Глядишь, освободившись от лишних проекций, вы смогли бы действительно раскрыть свою харизму. Вот как бы и так. Видите ли, в чем дело, Арина, я не просто так в прошлом вашем таком же вопросе спросил, в чем у вас запрос к психологу. На что вы мне поставили дизлайк. Дело в том, что вы пожаловались. Вы пожаловали. Сказали свою историю и задали несколько риторических вопросов. Но к психологу люди приходят, когда хотят что-то изменить. Собственно, здравствуйте. Меня зовут Арина. У меня то-то, то-то. Я хочу изменить то-то или то-то. Или я хочу измениться. Так вот, в вашем тексте нет ничего про вашу потребность измениться. Ну, как бы... Поэтому я и спросил вас. Вы от психолога-то чего хотите? Какой помощи вы хотите? Помощи в чем? Если вы хотите меняться, с большим удовольствием вам поможем. Но это путь. Если меняться не хотите, а хотели просто пожаловаться, пожалуйста, на проблему это не решить. Если вам больно и много невыраженных чувств, мы поможем вам их просить. Но сформулируйте запрос. Я думаю, вы не будете спорить с тем, что вам нужна психотерапия. И вот, именно на нее вам нужно сформулировать свой запрос. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Буль Помощите Украинской Общ Sep 공 Блж В given